Бумажные медкарты должны уйти в прошлое. Систему электронного документа оборота в больницах и поликлиниках практикуют уже не первый год. Поддержать технологическую реформу решило федеральное правительство. На это из казны выделили 2 миллиарда рублей. Наш регион получит из этих денег 15 миллионов. Как уверяют в департаменте здравоохранения, сумма для такого амбициозного проекта весьма скромная. Данные средства будут направлены на обновление, на модернизацию существующих информационных систем и на осуществление взаимодействия электронных регистратур, установление электронной записи к врачу, возможности для пациентов ведения личных кабинетов и также будет обеспечена возможность передачи данных медицинских электронных карт в единую информационную систему на федеральный уровень. Ивановская областная поликлиника одна из лидеров по уровню информатизации в регионе. Здесь на электронный документооборот перешли пять лет назад. На сегодняшний день в базе около 250 тысяч медицинских карт пациентов. Тем не менее, законодательство не позволяет отказаться от бумажного дубликата. На стеллажах по-прежнему остаются рукописные истории болезни. При таком сроке работы в течение пяти лет уже накапливается определенный информационный материал, то есть все данные архивирования используются в работе врача. Есть возможность перенаправления от врача к врачу, направление в электронном виде на лабораторные исследования, параклинические отделения, на функциональную диагностику, в регионские кабинеты. В целом, выделенные средства потратят не только на электронные медкарты. На 15 федеральных миллионов нужно качественно обновить систему взаимодействия между пациентом и больницей. Важно привести все учреждения здравоохранения к единому стандарту обслуживания. На комплексное решение непростой задачи осталось меньше года. Если крупные поликлиники, вероятно, смогут перестроиться на цифровые рельсы, районные и сельские, под большим вопросом. Иваново.